Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами будем разговаривать про жирующие кусты винограда. Поговорим, что такое жирование, почему оно происходит, чем оно опасно, как определить и что с этим делать. Что же вообще такое жирование? Это когда побеги винограда, могут быть все на кусте, может быть 1-2 растут слишком сильно. Как правило, они тогда очень толстые, они очень сильно опережают все остальные. И на таких побегах крайне плохо закладывается урожай, это раз, и такие побеги крайне плохо вызревают. Я не просто так сейчас вот стою, и у меня сзади зеленый фон вот такой. Мы сегодня как раз таки будем работать именно с этим побегом. И специально я встала сюда, чтобы было видно, как он большой. Он уже дорос до верхней проволоки, высота у нас здесь 2,10. Я еще стою немножко в ямке, то есть растет очень интенсивно, но потом я покажу поближе, как вот это самое жирование определить. Почему это происходит? Чаще всего, чаще всего кусты начинают жировать, если они были повреждены, например, прошлой осенью, либо прошлой зимой, либо весной подмерзли. Потому что у растения, в частности у винограда, есть баланс вверх и низа. Если у нас хорошая корневая, у нас хорошо развивается и верхняя часть. И они находятся в определенном равновесии. Если это равновесие сбивается, например, из-за того, что в прошлом сезоне у нас плохо вызрела лоза, пришли ранние морозики, мы понадеялись на авось, виноград не укрыли, а была неблагоприятная погода зимой и часть почек померзла. Мышка может прийти, почки съесть. То есть вариантов может быть много, но с верхней частью происходят какие-то вот такие негативные ситуации, и побегов становится мало, почек просыпается мало. А корней много. И вот эти корни начинают усиленно кормить вот этот побег, либо побеги. Часто бывает, что у молодых кустов один побег будет жирующий. Вот яркий пример. Весной проснулась только одна почка. В прошлом году куст замечательно рос. Здесь даже заложен урожай. Смотрите, я прикладываю руку, чтобы была видна толщина лозы. То есть лоза здесь на самом деле толстая. Это технический сорт, это пинануар. Пинануара не должно быть таких толстых лоз. Но очень активно идет рост пасынков. То есть вот такой один побег, он явно жирует. Но не обязательно это может быть один побег, как я вам показала в примере. Может быть и несколько побегов на кусте, и они могут жировать как все, так и, например, какой-то один из них. Такое тоже бывает. Теперь, как определить это самое жирование? Мы его определяем не по одному признаку, а по нескольким. Первое я вам уже показала, это толщина лозы. Однако это не единственный критерий, и всегда все надо рассматривать в комплексе. Почему это критерий не единственный? Я вам сейчас это показала на примере технического сорта. Это пинануар. Вообще у технических сортов в норме лозы достаточно тонкие. Они будут миллиметров 5, миллиметров 7. Но то, что ближе к сантиметру и толще, в большинстве своем это лозы жирующие. У технических сортов, ну, сами по себе они такие, что у них достаточно тонкие лозы. И, в принципе, у многих сортов с небольшой гроздью лозы достаточно тонкие. Но некоторые столовые сорта, крупноплодные, имеют как раз-таки очень толстые лозы. Например, та же Аркадия. Для Аркадии лоза где-то там миллиметров 10 толщиной, это, в принципе, ну, так, более-менее нормально. Яся тоже там достаточно толстые лозы, и это абсолютно не говорит ни о каком жировании. То есть есть еще какие-то сортовые особенности. Да, мы ориентируемся на толщину лоз. Если она слишком толстая, то есть смысл обратить внимание и подумать, что, скорее всего, это жирование. Тем не менее, напоминаю, что у крупноплодов это может быть сортовой особенностью. Сейчас мы немножко отвлечемся. У меня к вам очень большая просьба, да, не надо мне присылать фотографии ваших кустов и спрашивать, жируют они или нет. Вот. Запомните одну простую истину. Вместо вас ваш виноград не вырастет никто. Я вам даю информацию, я вам даю инструмент. И вы должны научиться сами пользоваться этим инструментом. И вот на такие вопросы, да, что, а мой куст вот жирует, либо не жирует, что с ним делать, не обижайтесь, но я отвечать не буду. Я эти вещи буду игнорировать. Потому что, повторюсь, за вас, вместо вас никто ваш виноград не вырастет. Но если у вас возникают какие-то действительно интересные вопросы, частые вопросы, пишите в комментариях. Я теперь буду делать так. Самое интересное, стоящее внимание. Вопросы я буду собирать и выпускать на них отдельное видео. Итак, с этим закончили. Идем дальше. Также, как я уже показала на примере, мы обращаем внимание, кроме толщины и на силу роста. Особенно видно здесь. Я сейчас сниму камеру, покажу вам все это. Кустик в комплексе. Но здесь явно видно, что один побег, он очень сильно опережает все остальные. И очень сильно растут пасынки. Вот их прям много-много. И они тоже достаточно большие. Вот, смотрите, этот кустик. Здесь 4 побега. Это второгодочка. Казалось бы, ну, нормальная нагрузка. 4 побега. На второй год мы вообще 2 должны оставлять. Тем не менее. Вот, два вообще-таки поменьше. Ну, третий, вот этот побег. Вообще с ним все классно. Вот он такой, какой он должен быть. И вот этот четвертый, смотрите, внизу. Вот я приложу руку. Это Бриана. Ну, толстоватая лоза. Конечно, не сказать, чтобы она тут прямо очень толстая-толстая. Но толстоватая. И смотрите, пасынки. Пасынки, пасынки. Вот пасынок сколько тут? Наверное, сантиметров 50 длины. То есть, видите, очень активно растет. И очень явно выбивается из общей картины. То есть, вот в данном конкретном случае этот побег можно считать жирующим. Тем более, что сейчас у нас вот сегодня 7 июля. Еще почти 2 месяца лета. Он уже у меня вот там наверху. Ну, видим, что он явно перетягивает на себя, во-первых, всю энергию. Ну, во-вторых, ну, он слишком хорошо растет. Казалось бы, да, это должно быть благом. Но, к сожалению, не всегда. И вот опасность жирования в чем? Я повторяю. Плохо будет лоза вызревать. И там будут плохо закладываться плодовые почки. А поскольку кустик молодой, вот моя задача в этом году сформировать 4 плодовые стрелки. Потом это будут впоследствии 4 рукава. Ну, видим, что с одним как-то вот может не получиться. Теперь, что с этой всей красотой делать? Вспоминаем причины. Одна из причин – это избыток питания. То есть, вот такие кустики, если мы видим, что они вот очень хорошо растут, не надо их докармливать ничем, кроме калия. Калий, напоминаю, способствует вызреванию лозы. Поэтому калием кормить можно. Дополнение к калию, либо замещение – это зола. Никаких навозов, азотов, вот этого ничего больше не даем. Следующее. Если мы, допустим, кустики поливаем, у этого кустика нет урожая, то его можно не поливать. Вот он, как говорится, пусть страдает, пусть собит сам добывает, что ему надо. То есть, ему надо создавать такие спартанские условия. Назовем это так. Маленькая оговорочка. Я сказала, если нет урожая. Если урожай какой-то заложен, мы хотим его получить качественным, то в некоторых случаях мы поливаем такие кустики, если стоит засушливая погода в момент налива ягоды. Как профилактика борьбы с треском. Но об этом как-нибудь отдельно, просто на это обращаю ваше внимание, что могут быть исключения. Хотя, если кустик молодой, там какая-то одногроздочка, мы можем, как говорится, ей и пожертвовать. Потому что нам гораздо важнее вырастить хорошую лозу. Чтоб она вызрела и в следующем году ее уже использовать на плодовую стрелку и получить хороший урожай. Но это не единственные меры, которые мы можем применить в данном случае. И даже, я бы сказала, они достаточно такие косвенные. Самое основное, что мы можем сейчас сделать. Я уже показала, что у нас тут много пасынков. Я их специально не убирала, потому что они нам сейчас пригодятся. Напомню, что у винограда есть такое замечательное свойство, как полярность. То есть у нас растет то, что ориентировано в вертикаль. И сейчас мы попробуем его обмануть. То есть в настоящее время у нас основной перетягивает на себя верхушка. Ну, конечно, немножечко берут энергии, точки роста, которые у нас есть на пасынках. Но что мы сделаем? Мы обманем наше растение. Смотрите, что я сейчас сделала. Я вот этот наш большой побег положила в горизонт. Ну, пока сильно не привязывала. Я это сделаю чуть позже. Сейчас самое главное, чтобы вы поняли суть. Ну, поменяли полярность. И теперь у нас активно пойдут в рост вот эти пасынки. И, соответственно, будет много точек роста, активных точек роста, скажем так, главных точек роста. И вот эта вот неуемная энергия пойдет на них. Теперь, если... Ну, я еще перекручу, конечно, этот побег, чтобы он лучше лежал. Но вот эти вот пасынки, которые вниз растут, совсем неудобно, можно убрать. А остальное все оставляем. У нас идет перераспределение питания. И что нам это дает? Во-первых, мы больше нагружаем куст. Да, даем ему возможности потратить его вот эти вот силы. Неуемная с одной стороны, с другой стороны. Вот таким образом мы еще можем получить ускоренную формировку. То есть, впоследствии, например, вот этот пасынок при хорошем росте может стать плодовой стрелкой. Либо вот этот. То есть, мы уже получаем. Вот это у нас будет рука, а вот это плодовые стрелки. Вот, смотрите, итоговая картинка, что у нас получилось. Я пасынки поподвязывала, даже кое-что вниз смотрела, мне удалось подвязать. Единственное, вот этот пока, ну, тоже он может закрутиться, пока маловат. Оставлю, посмотрю. Если совсем я его никак не смогу загнуть, ну, тогда уберу. А пока что можно все это оставлять. Время нам позволяет. Так что пусть кустик будет нагружен. Пусть он свою неуемную энергию вырабатывает на эти побеги. Ну, помним, что кроме изменения положения побега, мы этот кустик в этом сезоне не кормим ничем, кроме калия, либо золы. Пока у нас еще начало июля, можно смело кормить под корень. Единственное, что, поскольку под корень мы все-таки вносим в жидком виде, а я вам говорила о том, что полив нежелателен, то, например, перед дождиками какими-нибудь можно немножко пока еще подливать. Потом, когда у нас придет август, мы смотрим за этим всем. Начинаем работать калием, в том числе и по листу. То есть наша задача максимально вот это самое жирование остановить и способствовать вызреванию лозы всеми доступными нам способами. То есть здесь нужен именно комплекс мер. Да, конечно, с жирующим кустиком надо поработать, но если мы, как говорится, это вовремя увидели, вовремя распознали и вовремя приняли меры, то вполне к осени у нас все может прекрасно вызреть и в следующем году у нас уже будет нормальный полноценный куст, который будет хорошо давать урожай. Если же мы это пропускаем, то, особенно, например, при ранней осени, когда рано приходит морозик, мы можем словить проблему циклично. То есть в следующем году иметь тоже проблему, и в следующем году иметь тоже проблему. Ну, иногда я слышу такие жалобы, что вот у меня какой-то там сорт не вызревает, а при этом человек рассказывает, что там очень толстая лоза и сорт технический. Ну, все понятно. То есть это жирование, и работать надо здесь именно с жированием. Значит, неправильная нагрузка, неправильная подкормка, ну, что-то пошло не так. У всех может что-то пойти не так. Главное, вовремя распознать и принять меры, и тогда все будет у вас замечательно. Ну, и напоминаю, что признаки надо смотреть в комплексе. Одна толстая лоза не значит, ну, точнее, она может служить косвенным признаком жирования, но это не единственный признак, надо рассматривать. В целом все точно так же, например, кто-то говорит о том, что трещины на зеленых побегах, это может говорить о жировании? Нет, это абсолютно не говорит о жировании. Это говорит о том, что в какой-то момент могло быть слишком много влаги, и трещины могут появляться и на достаточно тонких лозах. То есть смотрим комплекс. Толщина, избыточная сила роста, особенно если у вас несколько кустов на участке, вы это легко сможете распознать. Наличие большого количества пасынков, то есть вот этот весь комплекс, плюс можем посмотреть некоторые сортовые описания, ту же силу роста. Если куст средней силы роста, то у него, скорее всего, будет лоза более тонкая. Если у куста, например, прописана в сортовых характеристиках, что там большая сила роста, то там может быть все толще. Но еще я вам говорила, что у крупноплодных столовых сортов, не у всех, а у некоторых, может быть толстая лоза. По своему опыту, я вам два сорта назвала, по остальным не знаю, не видела, не замечала. То есть здесь надо наблюдать, может быть где-то еще, если сомневаетесь, посмотреть какие-то форумы, почитать. Надеюсь, что информация была вам полезна. Желаю, конечно, чтобы ваши кустики не жировали, а росли именно так, как им нужно. Впрочем, кто предупрежден, тот вооружен. У вас есть инструмент, как побороть это все на начальной стадии, ну и побыстрее прийти к желанному результату везде урожая. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку еще. Ссылка на каталог наших сортов винограды, мой контакт. И до новых встреч.